МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Наконец-то завершились бесконечно длинные праздники, и бюрократическая жизнь республики начинает входить в свою колею. Даже случилась оперативка на этой неделе, несмотря на то, что проводить ее пришлось аж в среду вместо понедельника. Но, тем не менее, видимо, застоялись кони в стойле, надоело отдыхать. Началось все бравурно. Радий Фаритович опять заявил о росте индекса промпроизводства Республики Башкортостан. Небывалый прирост в 10% в промышленности республики бесконечно радует дорогого руководителя, дорогого Радия Фаритовича. В общем, вот эта присказка о росте индекса промпроизводства, причем произносится это все одним словом, она уже становится абсолютно привычной и как-то неразличимой в пространстве, но, тем не менее, каждый раз мы ею гордимся. На 10% возросло производство Республики Башкортостан за первые три месяца 2022 года по отношению к 2021 году. Но надо полагать, что этот рост промпроизводства, естественно, вызван просто ростом отпускных цен, причем на сумму, я так полагаю, что больше, чем 10%. Но, тем не менее, цифрами поиграть можно и в этой сфере. Далее Хабиров возгордился результатами духоподъемных мероприятий, которые в изобилии прошли в минувшие праздники. В отсутствии фото, по которым можно действительно определить численность бессмертного полка в Уфе, Хабиров все равно заявляет, что численность этого была свыше 170 тысяч человек. Напомню, по плану было 150, в прошлом году было 100, а теперь стало аж 170. Ну, оставим, конечно, на совести Ради Фаритовича вот эти данные, как и его заявление о том, что, цитирую, «мы не занимались никакой мобилизацией, все пришли сами». Оставим на совести Хабирова бесконечные истерики директоров школ, колледжей, всевозможных муниципальных предприятий, которые выверяли списки, созванивались, утверждали и подтверждали явку своих сотрудников на этот бессмертный полк. Оставим на совести устроителей и участников брошенные по окрестным дворам плакатики с фотографиями ветеранов. В общем, будем верить. В лучшее будем верить Ради Фаритовичу. По его словам, 170 тысяч человек явились на бессмертный полк в Уфе. Первым штатным вопросом оперативного совещания был вопрос о ситуации вокруг COVID-19. Новоявленный исполняющий обязанности министра здравоохранения Архматуллин сообщил нам, что всего за весь период пандемии заболело 287 тысяч человек. 2,5 миллиона человек уже вакцинированы в Республике Башкортостан. Мы выполнили и перевыполнили все мыслимые планы и задания. Спад заболеваемости за прошедшую неделю составил целых 27%. На данный момент развернуто всего-то 670 коек под COVID-19. Мы помним, что было их и 8 тысяч и больше. В общем, все вот так неплохо. Но при этом, несмотря на то, что, как выразился Архматуллин, республика в зеленой зоне по заболеваемости, вероятность следующей волны заболеваемости высокая. В Европе, в Китае и в США высокая смертность. Перехватив инициативу, Хабиров начал нагнетать. Во-первых, он заявил, что ситуация с COVID-19 алармируется, как он выяснил. Что такое алармируется? В вольном переводе с английского, наверное, это некая тревожная обстановка и некая тревога. Главной задачей Хабиров полагает вакцинацию и ревакцинацию. Ответственность за ревакцинацию он тут же переложил на глав муниципалитетов и городов. Он вообще в последнее время отвечать ни за что не собирается. Ну и вот у меня вопрос. Как вся вот эта вот странная начинающаяся истерика вокруг COVID-19 увязана с теми абсолютно произвольными манипуляциями, запретами, которые в последнее время мы наблюдаем. То есть у нас запреты снимаются и назначаются, я имею в виду вот эти пандемийные запреты, они назначаются и снимаются исключительно в ритме вот этих духоподъемных мероприятий. Надо провести на 60 тысяч человек концертик там вот на конгресс-холле, снимаются ограничения. Надо 170 тысяч, ну по крайней мере как утверждается, человек плотной толпой провести по городу, обмениваясь всеми микрофлорами, пожалуйста. И тут же мы высказываем озабоченность, обеспокоенность и начинаем там чего-то трындеть про новую волну коронавируса. Ну вот как это связано между собой? Они же вот на голубом глазу об этом рассуждают, причем Рахматуллин, ко всему прочему, еще и доктор, ну по крайней мере номинальный. А Хабиров, ну как сказать, ну губернатор, по крайней мере номинальный. Вот такая вот обстановка, что это внушать должно людям? Доверие в это все. И так уже разговоры о том, что как только началась спецоперация на Украине, у нас закончился ковид, все чаще и чаще слышны. А тут еще и вот такие заявления. Мы начинаем привыкать к тому, что доклад мадам Прочаковской уже традиционно второй на оперативном совещании. Я имею ввиду второй по очереди. Причем в этот раз он назывался об оперативной ситуации за неделю. То есть у нас уже, в общем-то, Прочаковская, по сути, и живописует ситуацию в республике, основываясь на тех странных изысканиях и данных, которые она генерирует в своем вот этом вот цуре. Тем не менее, Елена Анатольевна явила нам новый рейтинг озабоченности жителей республики Башкортостан и возглавляет, и самая главная проблема для жителей, это социальное обслуживание и социальная защита. Вот как оказывается. Прочаковская это объясняет тем, что очень много людей озабочено выплатами по 10 тысяч, которые, опять, значит, щедрой рукой выдал Владимир Путин семьям с детьми от 7 до 17 лет. Далее идет по списку озабоченности благоустройства. На третьем месте дороги, на четвертом ЖКХ, пятое место занимает безопасность, что бы то ни было, на шестом месте мусор и свалки, только на седьмом месте здравоохранение, общественный транспорт, восьмое место, строительство архитектуры девятое, это, видимо, те самые дольщики, ну и образование по рейтингу озабоченности у жителей Башкортостана вообще на десятом месте. Обидно даже такое слышать от понаехавшей Прочаковской, что она так дурно характеризует жителей республики, что они на десятое место ставят образование. Но есть один маленький момент. Несмотря на то, что Прочаковская поставила озабоченность свалками и мусором на шестое место, уделила она внимание этой экологической проблеме особое. Продемонстрировав три ужасные фотографии, Прочаковская заламовая рука стала шуметь о том, что все эти три фотографии – это результат работы одного из четырех операторов по вывозу мусора, а именно Дертюли-Мелеводстрой. Именно этот проклятый Дертюли-Мелеводстрой подводит республику. И только на свалках и мусорных площадках Дертюли-Мелеводстрой творится вот это ужасное, ужасное-ужасное безобразие завоевала Елена Анатольевна. Собственно, этот спектакль, очевидно, был разыгран именно по заданию Хабирова, потому что Хабиров подхватил тему, мгновенно еще не успели затихнуть завоевание Прочаковской. Честно говоря, из нее, конечно, актриса, как из душлака ведро. В общем, могли бы подобрать и получше, потому что не может изобразить Елена Анатольевна беспристрастности. Она сразу же начинает гавкать, лаять и как-то неприлично себя вести, в том смысле, что могла бы и замаскировать свою предвзятость. Тем не менее, Хабиров подхватил тему, стал стучать кулачком по столу. Что, дескать, мы с этим дюртюлим или вот строим уж который год воюем. И действительно, мы немножко подзабыли. Очень активно власти республики выдавливали вот этого оператора по обороту отходов. Дело тут, в общем-то, наверное, не в качестве работы вот этого дюртюлим или вот строй. А дело в том, что это единственный оператор, который не местный, которого не сосватал кто-нибудь из высших чиновников республики Башкортостан. Понимаете, да? Дюртюлим или вот строй относятся к некой системе операторов по вывозу мусора, который, в общем-то, носит федеральный характер, принадлежит крупной компании. И тут просто чисто вот по понятиям ребята решили разобраться, я так понимаю. Их выдавят, заведут своих. Ну, у меня вот такой прогноз. В связи с чем? Я бы хотел немножко понять, насколько субъективно Елена Анатольевна в своих завываниях. Давайте сделаем так. Если у вас есть примеры свалок в республике Башкортостан, которые выглядят не по нормативу или действительно, так сказать, безобразят ландшафт, присылайте. Но только одна просьба с указанием оператора, который обслуживает эту территорию. Операторов у нас всего четыре, так что ошибиться довольно сложно. Соответственно, мы сможем вывести объективную картину, действительно ли Дертюли и Мелеводстрой это чистое зло и проклятие башкирской мусорной реформы, или это всего лишь попытка поменять не своих на своих. Далее последовал триединый доклад о ситуации в ЖКХ, ЧАЭС и дорогах. Заместитель министра ЖКХ Голованова Елена Александровна в отсутствие господина Морзаева доложила нам о том, что за минувший период случилось три аварийных отключения в Уфе, а всего за четыре месяца случилось 28 крупных аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве республики, что, кстати говоря, на 11 больше, чем в аналогичный период прошлого года. Я давно говорю о том, что именно в жилищно-коммунальное хозяйство нужно вбухивать и впахивать вот эти безумные миллиарды, которые мы тратим на воздух или на пальбу, потому что износ инфраструктуры ЖКХ так высок, что вот эти цифры, прирост на треть аварийности за этот период, они только подтверждают мой тезис. Завершил я свой краткий доклад Голованова тем, что сообщила, что 56 муниципалитетов в Башкортостане уже отключили отопление в домах, 7 муниципалитетов продолжают топить, но в ближайшие дни прекратят это делать. Министр транспорта и дорожного строительства господин Булышев, почему-то я без улыбки не могу упоминать этот персонаж, он действительно такой, какой-то вызывающий улыбку, но при этом не вызывающий никакого доверия. Так вот, господин Булышев сообщил нам о том, что несколько возросла аварийность в празднике, 140 аварий случилось на дорогах, 172 человека пострадало и аж 16 погибли. Это очень много, конечно, для недельного промежутка. А также господин Булышев утверждает, что на дорогах республики было поймано аж 634 пьяных водителя только за истекшую неделю. Пьяных действительно в празднике на дорогах было существенно больше, потому что средний показатель в месяц у нас составляет 1100-1200, а тут за неделю поймали 634. Видимо, многие позволили себе выехать на дорогу в нетрезвом виде, что на самом деле, конечно, недопустимо. Далее Булышев заговорил о ямочном ремонте. Он утверждает, что 70% дорог в республике проинспектировано на предмет ям, выявлено 97 тысяч ям и дефектов, из которых 45 тысяч уже устранены. Ну вот, судя по всему, цифровой ремонт дорог окончательно победил реальный ремонт дорог у нас в республике. Вот посмотрите на бульвар Ибрагимова, посмотрите на улицу Комсомольскую, ощутите колесами своих автомобилей колею на проспекте Октября. Вот виртуальная ситуация уже окончательно превозмогла реальную. Вот на проспекте Октября колея такая, что поперек его переехать, это уже большая проблема. Машину подбрасывает, как будто вы пересекаете какое-то, ну, такое хорошо вспаханное поле. Ну, тем не менее, господин Булышев продолжает вещать нам бодрые цифры. Скоро он, наверное, в своем представлении все 100% победит ям. Однако мы не будем это ощущать подвесками своих автомобилей, а будем слышать только на оперативках. Далее эмоциональный градус оперативного совещания только поднимался. Следующим докладчиком был Фазрахманов Ильшат Ильдусович, который сообщил нам о ходе весенних полевых работ. Весенние полевые работы у нас идут не просто хорошо, а замечательно. Ну, по крайней мере, это если кратко характеризовать доклад господина Фазрахманова. 40 тысяч гектаров всего пришлось пересеять после зимы, что очень немного засеяно. 1 миллион 100 тысяч гектаров яровых культур. 60% масличных культур посеяны. Сев идет с опережением на 2-3 дня. Удобрения у нас завались 86% от планового показателя, и все 100% будут точно достигнуты. Стоимость топлива снизилась для аграриев аж на 1000 рублей за тонну. Это вообще, кстати, феномен и небывалое явление для Российской Федерации. Господдержка в представлении господина Фазрахманова, господдержка сельского хозяйства, ну, представляет собой не иначе, как какой-то рок изобилия, потому что она уже оказана на 3 миллиарда рублей сельхозпроизводителям, и еще буквально на подходе 6 миллиардов рублей. Субсидии, льготы, кредиты, программы финансирования сыпятся на голову счастливых аграриев, и, в общем-то, наверное, нечего им больше желать. Отдельно Ильшат Илдусович порадовал персонально Радия Фаритовича тем, что Сабантуя в этом году можно проводить и пораньше, и Радия Фаритович был очень рад этому. Он прямо аж засиял весь и говорит, издаю указ о проведении Сабантуев, распишите там график, буду ездить веселиться. Ну, собственно, мы знаем, что это одно из немногих удовольствий, которые позволяет себе господин Хавиров. Мы знаем, что повеселиться Радий Фаритович любит, удовольствие ему доставляют праздники любого калибра, будь то деревенский Сабантуи или приезд Элвин и Грей, а то и Лещенко заглянет на огонек. В общем, любит Радий Фаритович поплясать, и тут Фазарахманов, конечно, попал в точку. Утверждая, что Сабантуи можно будет проводить пораньше, он, конечно, очень порадовал. Оптимизм Фазарахманова, конечно, зашкаливал. И 9 миллиардов субсидий и всевозможных льгот, они, конечно, человеку не могут не греть душу. Однако, как известно, цыплят и урожай считают по осени. Соответственно, конечно, стоит дождаться осени, стоит надеяться на абсолютное изобилие, а то и на снижение цен. Ведь, послушаешь Фазарахманова, понимаешь, мы обеспечены продуктами питания зерном, маслом, молоком, мясом, ну, практически по самое горло в республике. Если правильно распределять внутри продукт, то, глядишь, и цены вниз пойдут. Ну, в общем, будем ждать от Фазарахманова решения продовольственного вопроса в республике, по крайней мере, не меньше, но и эффективного сельского хозяйства. Вслед за Фазарахмановым еще не остыла трибуна. Был выпущен на сцену господин Шельдяев, министр промышленности, инноваций и энергетики. Он доложил об итогах работы промышленности в первом квартале 2022 года, и итоги эти были еще более оптимистичны, чем итоги у Фазарахманова. Перечисляю по списку. Устойчивая динамика роста промышленного производства на 10%. Рост добычи нефти, газа, производства электрооборудования, поддержка, опять-таки, поддержка предприятий на 1,8 миллиарда рублей. Из них 128 миллиардов рублей получены из федерального бюджета. Инвестиции только по пяти крупнейшим компаниям в республике Башкортостан превысит 110 миллиардов рублей. Повторюсь, это всего лишь пять компаний. Газпром, Башнефть, Башмедь, Кумертауский вертолетный завод и УМПО. А еще же есть средние и мелкие инвестиции. Боже, боже. Технопарки в Башкирии переполнены. Они процветают и заполнены на 90%. И, в общем-то, там почти не осталось мест. Промышленные кластеры вовсе растут, как грибы после дождя, и сосчитать их не представляется возможным. Пообещал Шельдяев Хабирову праздник. Ну, по моделям из Рахманова. Шельдяев прямо с трибуны заверил Радио Фаридовича, что у него прямо сейчас в плане буквально завтрашнего дня бесконечно многочисленные форумы, конференции и прочие промышленные сабантуи. В общем, судя по всему, открытый чемпионат по оптимизму в правительстве Республики Башкортостан можно считать открытым. И соревнования в номинации «Ты ж моя радость и прелесть» тоже можно считать открытым. Чем страшнее и беспросветнее становится ситуация во внешнеполитическом пространстве у России, тем большим оптимизмом лучатся вот эти министры и начальники. И все более брежневскими на самом деле становятся вот эти доклады на оперативках, обсуждения, цифры и прочее-прочее. Вот эта фантастика, когда условия для работы становятся все более невозможными, а работа становится все более эффективной, то есть взаимопротиворечащие на самом деле факторы, мы, конечно, упускаем из виду. Все они там чего-то стянают про какие-то жуткие санкции и тут же сообщают о росте промышленного производства на 10%. Честно говоря, самые развитые экономики мира всегда мечтали о росте на 10% и никогда его не достигали. Но экономика республики Башкортостан достигает легко и непринужденно подобных показателей. Именно в стилистике необрежневщины был и следующий доклад. Доклад министра социальной защиты семьи и чего-то там еще богоугодного Линара Хакимовна Ивановой о реализации программы «Башкирское долголетие». Ну, сам факт маркировки обыденных вещей принадлежностью к какой-то территории, он, конечно, смешон однозначно и изначально. То есть, ну, долголетие есть долголетие, да? То есть, или Линара Хакимовна изобрела какое-то особое башкирское долголетие, или это вот так вот смешно. Но, тем не менее, начала свой грандиозный доклад министр Иванова с цитаты из Владимира Путина. Я тоже процитирую Владимира Путина. «Сбережение народа – приоритетная задача государства». Конец цитаты. Сообщил это нам великий вождь российского народа совсем недавно, во время послания Государственному собранию. Вот буквально не так давно. В общем-то, судя по всему, именно в рамках программы и концепции народосбережения и сразу же после этого Путин организовал вот эти вот кровавые мероприятия в Донецкой и Луганских областях. Ну, иначе я не могу объяснить. Ну, то есть, вот сбережение народа и тут же, значит, в атаку, да? Ну, ладно. Далее Иванова сообщила, что кроме всего вот этого, про «Сбережение народа», Владимир Путин конкретно поручил ей добиться продолжительности жизни, средней продолжительности жизни в 78 лет. Ну, напомню, что сейчас пока мужчины в Российской Федерации не доживают до 64 лет, а Владимир Путин поручил, значит, чтобы средняя продолжительность жизни была 78 лет. Ну, поручил, значит, поручил. Будем исполнять. Иванова сообщает нам, что по Российской Федерации численность процентов граждан старше трудоспособного возраста составляет 25,2%, по Башкирии он чуть ниже, 24,2%. То есть, в Башкирии людей за пенсионной чертой 971 тысяча человек. Ну, из 4 миллионов это действительно практически четверть. Много. Проект «Башкирское долголетие», по словам Ленара Ивановой, запущен лично Радим Фаритовичем Хабировым. Вот этот момент она бесконечно подчеркивала. Видимо, то ли перекладывая на него ответственность за его результаты, то ли пытаясь, значит, ассоциировать успехи с именем любимого руководителя. Вообще, конечно, Иванову в последнее время выглядит все более и более жалкой, особенно на фоне тех приключений, которые происходят с ее сестрой в Нефтекамске. Там очень интересная кудрявая история происходит с местным Сабесом. В общем, конечно, Иванова выглядит весьма бледно. Однако она продолжила описывать вот эту странную программу и сообщила нам о том, что аж 500 тысяч человек, но опять же, по ее отчетности она вовлекла в этот проект долголетие. Она устраивала школы здоровья, диспансеризацию, университет третьего возраста, пенсионный туризм, скандинавскую ходьбу, вокал, рукоделие, самодеятельность и прочее рукоблудие. То есть вот все это вместе в кучу свалив, она насчитала там 500 тысяч участников. То есть она, по словам Ивановой, получается, вовлекла каждого второго пенсионера вот в это вот великолепие своей программы. Ну, слушая все вот это вот, особенно про пенсионерский туризм, Хабиров вставил свои две копейки, сообщил, что недавно он ездил там в какой-то монастырь в Башкирии. С женой туда зашли, православный монастырь. Очень им понравилась какая-то каменная икона, и уж особо она понравилась супруге, и потому Хабиров распорядился отсыпать дорогу к этому монастырю. Ну, это так вот, на полях доклада Ивановой. Причем здесь монастырь, причем здесь супруга, причем здесь каменная икона. Ну, ладно. В общем, Иванова закончила нам рассказывать о том, как она массово заботится о пенсионерах, и как каждый второй пенсионер в Башкирии вовлечен в ее чудесную программу. Мне бросилось в глаза одно. Иванова тщательно обходила финансовые аспекты. Ни слова не упомянув о том, во сколько все это великолепие обходится. Все вот эти ее танцы с бубнами, школы здоровья и прочая скандинавская ходьба, которую она тут обеспечивает всем и вся. Очень хотелось бы понять, сколько денег высасывает этот пылесос под названием Министерство труда, социальной защиты и семьи по республике Башкортостан. Чудовищное ведомство, которое точно нужно реформировать. Надо разобраться в его функционале, проанализировать те черные дыры и топи, которые там есть. Как ни странно, через такое скромненькое ведомство проходят гигантские деньги на самом деле. И пора бы уже навести порядок в их расходовании. Редактор субтитров А.Семкин